девочки мальчики привет сегодняшняя тема расклада я и он будем ли мы вместе 1 зеленый 2 оранжевый 3 полосаты закрепленный комментарий под этим видео даст понимание где же ваш тайм код так наверное поработаю все-таки на манара чуть-чуть пока у нас есть возможность хочется мне посигнифицировать в этот раз на манара потому что хочется посмотреть эмоционально чувствительную реакцию человека на происходящее поэтому чуть поработать цены колоды и 100 единички вас приветствую приветствую будем смотреть что у нас тут происходит как сейчас к вам человек относится давайте посмотрим как она там на самом деле то что манара нас вообще редко обманывает вы знаете человек сейчас на перепутье ну либо вы смотрите человека который находится с кем-то в браке да потому что вопрос задаете вот такой король земли но это мужчина в возрасте старше старше вас может это мужчина который находится в официальном браке и вот у меня есть все-таки некое знаете такое ощущение что либо с вами человек хочет выстраивать серьезные отношения дали бы рассматривает вас либо у него есть уже ну если у него есть семья ну вполне возможно что здесь брак идет именно гражданский да потому что я здесь рядом королева пентакли не вижу при этом вижу всадницу земли до а это любом случае женщина которая но опять же для серьезных отношений но вполне возможно что у нее нет колечко на пальчике вот если это ваша история посмотрите вас прям показывает серьезных отношениях но у нас же с вами а вопросы заключается будете ли вместе или нет и здесь не прям пару показывает понимаете ну а по поводу отношения к вам по поводу отношения к вам здесь человек вполне возможно понимает что пара тоже перейти на либо на другой уровень событий либо как бы понять что изначально это вот она была страсти нам ее показывает да но тут кто-то из партнеров эту страсть перерос вполне возможно что например там встречи не состоялась там вот видите ну такой своего рода как тупик нам показывает но при этом вы друг для друга очень таки ценные экземпляры нам показывают карту потери эмоционально но она переворачивает здесь люди не хотят никоим образом друг друга терять и вот по аналогии с пятерка пентакли опять же да это потеря духовных ориентиров там что-то ценные в жизни тут вот видимо люди понимают что друг друг для друга то они весьма важные люди как бы они там не пытаясь это отрицать здесь есть такой момент что люди важны ну скорее всего здесь опять же кто-то не свободен потому что не здесь показывает смотреть карту женщины которая уже находится в официальных отношениях и поэтому она соответственно либо там как-то отрицает внимание мужчин либо ну поскольку это такая знаете двойная позиция это может и мужчина быть в таком положении что из-за того что он женщина живет да а он может допустим отрицать ваше внимание есть вот такой вы знаете не подпускает какой-то из партнеров именно по причине наличия обязательств до обстоятельств так ну именно поэтому видите здесь у нас тоже самое тройка огня да и тройка жезлов обратите внимание что позиция перевернута да и здесь но на самом деле намерение нет потому действовать да потому что есть определенные обстоятельства обязательства которые собственно сковывает если посмотрю что там на этой стороне происходит если опять же мы рассматриваем человека который находится в паре да у них сейчас вот луна луна у нас может сигнифицировать магические воздействия на том числе еще означает что человек запутался вы для того чтобы понять вообще что тут происходит по луне да потому что это знаете такое блуждание на 18 аркан это болото да даже если у них допустим есть отношения там вот все уже формате болото да что-то в общем не двигается дает стагнации но сейчас я все раз вы здесь посмотрю что-то мы понимали маги или не магия видите я для себя такой знать из избрала нехитрый способ диагностики магии то что если совсем с кошками работать то кошки там конечно у нас дают стране огня но мы сейчас посмотрим смотрите есть карты страхов карта фобий да и видимо от этих фобии люди не могут избавиться там карты сомнений зависимости с чем связаны зависимости зависимости разочарования так пошло нас карта предчувствия предчувствие чего благо что же переворачивается наш ворон предчувствие чего не показывает могу ли я сказать что там могут быть магические воздействия может быть наверное но то есть либо знаете это предчувствие неизбежного либо действительно но если мы там дальше вытащим эту историю так тому и быть не я пока я не вижу давайте еще здесь посмотрю если там покажут что-либо хотя если просмотр закрыт он собственно закрыт что у них там семьи происходит слушайте ну а конкретно я не могу там сказать да что что-то жутко черное там что-то сделано нет я это не вижу но я так хочу сказать здесь вопрос может быть связано с недвижкой если есть например там мама дали там свекровь женщина старше который мне показывают там видим у них проблемы с выяснением отношений до этому может быть финансово это момент и нам показывают вот смотрите карту метла карту рыбы тут деньги тут что-то расходы это такая вот основная история из-за которой дать чек вполне возможно не действует по отношению к вам это что-то у него дома происходит весьма странная я не могу просмотреть что конкретно ну вот понимаете у человека страх и разочарование вполне возможно либо в семейной жизни либо а именно в том что женщина оказывает на него давление понимаете здесь вот эти моменты есть может быть он правда думаю что могли там кому-то обращаться но это просто кармическое наказание кармическое наказание как раз связано с тем что не руководить ситуацию не не руководит процессами сейчас поэтому вполне возможно он еще и будет воздерживаться от общения со своей женщиной со своими женщинами если они находятся конечно вне а как это сказать вне дома до такой вами но при этом я не вижу каких-то разбирательств с точки зрения там судебные документы не тут какая-то другая история история весьма важна ему поэтому конечно он тут давайте посмотрим на каких основаниях человек бы хотел вписать вас в свою жизнь кто вы для него и хотел ли вообще да чтоб мы с вами понимали чё нам ждать так перевернется на вашей улице камаз с императорами ну вот смотрите сейчас человек за вами подслеживает наблюдает собирает информацию и не значит он там хочет собрать может компромат рассматривать фотографии под лупой там да думает на вашу фотографию потому что он никоим образом не хочет приближаться к вам он дистанцируется понимаете он по воздуху очень много думает очень много анализирует вот вполне возможно что ищет к вам определенный подход да и при этом он контролирует свои эмоции потому что его эмоции как раз связаны с желаниями да по отношению к вам при этом вы его бесите жутко он в каком-то знаете перманентном состоянии конфликта но вполне возможно что бесить именно по той причине что вы четким и не достаетесь что нам показывает что прям гасит свои желания по нижним чакрам по отношению к вам до слишком уж она такая да слишком уж она как это сказать сказать себе себе на уме до слишком стерва может быть вот такой момент такая знаете сама себе приятная мадам да эта карта там внутреннего одиночества и вполне возможно еще и виртуального общения когда человек через интернет например пытается собрать информацию про вас так хорошо кто вы для него как он вас вообще вписывает ну слишком до слишком самодостаточна но классные конечно безусловно да ну здесь вот понимаете него мозговая деятельность что там вкладываться надо до соответствовать надо до понимать запросы этой женщины но с другой стороны он понимает что он поклонение к своей прекрасной персоне не получит от вас да то есть что вас нужно как-то заслуживать еще но при этом по десятке пентаклей именно в этом аспекте в монара очень четко считывается женское одиночество да то есть когда когда но у нее одиночество самодостаточности что я как никто ничего не нужен при этом он вас сравнивает с той которую видел раньше если этот момент был да если соответственно это свежее знакомство и он не знал какая вы были соответственно чуть не сказал в прошлой жизни но это больше конечно для двоечек и для единичек я имею ввиду что если он не знал вас там года два там три назад а это может говорить о том что ваша ваша встреча не могут носить некий цикличный характер вот и он еще опасается что слишком уж вы собой буддолюбивая женщина то по колеснице до захотели приехали захотели уехали ну что есть вы и что вы не будете слезы сопли по нему лить по семерке земли до пентакли не вот потому что потому что знаете вот какая история соответственно если вы замужем он бы конечно хотел вписаться именно не то что как третий лишний как второй муж если есть такая возможность потому что к вам не меньше так вы понимаете вот потому что видите у нас вообще не падают тайные отношения либо соответственно эта стадия уже прошла либо вообще еще отношения как таковые то по сути и не начинались да то есть я сейчас читаю а единичек для тех у кого уже собственно что-то было с этим человеком и прерванное общение и соответственно для тех у кого вот-вот там должны начаться отношения на при этом они не начинаются вот я просто рассказываю мотивацию мужчин мотивация как раз заключается в том что он понимает что несмотря на свою самодостаточность несмотря на свою реализованность вы в глубоко несчастной личной жизни это видит он это чувствует вот как вот уверена что вас может как я люблю говорить 4 друг от друга потому что шестерка четвертый до воздух но она же мечи о чем ну вот вытыкалась в этой интерпретации в монара да для меня это карта некий детских травм да это тогда когда мы с человеком когда сталкиваемся у нас вот ощущение искры буря безумия кажется что он кармический да главное что пока еще карма не вытащили вот и мы начинаем просто друг друга чувствовать именно по солнцу здесь вот идет в классической интерпретации именно солнце но вот как он как энергия до то есть здесь когда вы взаимодействуетесь вот взаимодействуете между собой все эти мечи на самом деле размягчается с одной стороны есть какая-то мысль который вы для себя не допускаете скорее всего продолжение отношений далее новом формате отношений то есть она есть да и если в эту мысль допустите то вполне возможно что у вас он пойдет новый виток развития по качеству и не допускает туз мечей да то есть определенные решения нет не принимаете да где в принципе его чего не очень устраивает его не устраивает ваш стиль мышления в том плане что вы очень много анализируете вы то ли вас критическое мышление понимаете то ли логика до сильно развита но вы когда рядом находитесь вам еще логика отказывает вывод становитесь типичным представителем женской логики чем еще боится он еще боится во первых что отношения эти крайне сложные реализуемые вот ведь карта силы переворачивается это говорит о том что тут вот что там уже знаете такой странное наблюдаться цикличность может быть а что еще может бояться бояться того что он не потянет вас как интимный партнерами виду такое тоже может быть потому что вот есть у него какие-то знаете свои грозы иллюзии есть у вас не было еще близости по поводу того что он может быть несостоятельным да то есть что он вам не угодит то есть и как правило если такая ситуация присутствует здесь мужчина будет активно очень горячо флиртовать я а как вы когда дело дойдет до непосредственно сами действия как правило сдуется свалит или еще что-то потому что вот он воздух у нас может быть прям даже типичный водолей очень много мыслей в голове это кстати может роман на работе быть и при этом тщательно скрывать скрываемый да тогда когда уже просто работать невозможно тут а еще человек видит вас потенциального партнера но именно в том плане чтобы дальше как-то взаимодействие потому что вы здесь еще выгодный экземпляр как как оказалось туда выгодный товар как люблю говорить качественный вот который говорит о том что с вами еще же какие-то деловые коннекты возможно вот этот учета тоже понимаете мысль в голове а смешивает ли бизнес с любовью да ну то есть вот такие вот вопросы могут возникнуть по единичкам то командировки рабочие да то есть человек здесь может например там весен ваш начальник или от него это зависит на проситься в командировку с вами да потому что мир еще нам показывают как раз карту что уездов переездов но благо что она сейчас переворачивается ну как кому-то благо кого-то не очень вот и я хочу сказать что здесь скорее всего там какие-то дороги могут не состояться переезды приезда по отношению друг другу при этом если а вы хотите приехать человек говорит о извини я много работаю да здесь в общем есть какие-то но моменты которого над вас скрывает который над вас скрывает и я не удивлюсь если рядом с ним в окружении но опять же помимо официальная женщина находится еще женщин или а это еще может говорить о том что у него не так давно могли закончиться например отношения с женщиной поэтому он как-то еще пока присматривается вот при этом человек весьма ревнивый дать человек собственник человек собственник человеку нужны все эти ролевые игрушки ему все это важно да но при этом если вы начнете крутить холостом он быстренько как-то свалит да потому что но для него это очень уязвимая позиция да потому что он чувствует почувствую что он просто теряет почву под ногами вот а поскольку у него еще вот это заблокирован это внутренняя агрессия до чтобы там при всех нет хлистать вас там по щекам не выяснять отношения вполне возможно что он прям уйдет в туман да потому что он в эти игры по поводу того что посмотри какая замечательная как у меня много мужчин вокруг он в это играть не будет с вами но при этом самое интересное что со своей стороны он может вам это демонстрировать посмотри какой замечательный востребованный понимаете здесь вот конечно его оружием бить не получится и так давать просто перспективы отношений с этим человеком на данный момент посмотрите здесь либо кто-то реально семейные вот потому что я сейчас вижу то что у вас коммуникации прекратились вода может быть вы как-то флиртовали друг с другом и сейчас учет коммуникации то не вижу может ушел в туман опять а в очередной вот может быть вы слишком с кем-то флиртовали он психанул обиделся ушел то есть тоже такой момент здесь человек очень боится еще почему эти с вами в отношении на внутренние страхи заключается в том что слишком вы сильная для него да он видимо нас просматривается более как творческая личность но опять же вот они наши типичные знаки вот а вы были земная мадам да ну вот такая знаете по шестерке тоже за женщина которая сама проявляет инициативу и вполне возможно что он как-то перестает чувствовать себя комфортно может даже мужчиной то есть тут смотрите какой момент если вы уже просто скажите в лоб да когда же но собственно все это будет и при этом кто-то находится в отношениях да скорее всего эта история не получится это опять же какой-то внутренний затяжной конфликт на историями виду что вы вряд ли перейдете в тайные отношения да потому что один из партнеров ну точно против хотя на самом деле очень хочется до всех этих агюль перчиков тут кто-то не свободе кто-то не дает себе понимаете зеленый свет скорее всего он даже если он находится нам в каком-то гражданском браке ли может это ваш муж вот это как раз основное препятствие чтобы эти отношения начинались да при этом что по поводу этого мужчины ну по отношению к вам почему он еще не переводит ваше общение до формат отношений потому что очень сильно боится рутины с одной стороны это ему надо принимать и самоутверждаться но именно в сфере близости а что касается именно таких вот отношений стабильных очень боится рутины боится все истории потому что женщины заставляли страдать ему понимаете нужна яркость образа как только над яркость образа перестает получать все понимаете ему хочется уйти поэтому подытожив наш с вами информативный расклад я хочу сказать что с этим человеком у вас вряд ли получится стабильные отношения то есть если вас там устраивает вот эти все ролевые игры да там форт бояр там бег с препятствиями и так далее когда вы будете вроде как с одной стороны этой любимой женщиной вроде как сами и диктовать правила игры с другой стороны у вас будет постоянное ощущение вот этой вот нехватки внимания внутреннего одиночества вот то ну почему нет по зеленый вариант можете попробовать вписаться в эту всю игру но просто как только вы влюбитесь в этого человека понимаете он просто сделает и что он тут ни при чем типа ну тоже сама в любых и сама виновата да ты вообще творишь хотя будет смотреть на вас влюбленными глазами может и стихи читать и говорит что вы космическое посланы ему с небес и так далее ну человеку это надо понимаете ему нужно в это все играть им нужно самоутверждаться по первому варианту так что смотрите сами я не вижу конкретно чтобы он был вам вашим именно мужчина как императором но в классической интерпретации если какие-то знаете такие нестандартные отношения свободные например тогда или вы об этом такие знаете личности которые могут для себя выстраивать такие знаете отношения которые не в плане там ячейки общества да там дом детки там собака соседями здороваться туда вот такой знаете нестандартный персонаж у нас как говорят видеоиграх перс поэтому но кто его знает слушать здесь есть шанс быть вместе но это говорю очень странное странное отношение с человек очень странное отношение чипу не дадут какая-то тотальная луна тут постоянно какой-то самообман идет еще отрицание себя поиск себя да и вот этот поиск себя отрицание и так далее она все будет естественно накладывается на личную жизнь поэтому здесь конечно как албасе может надо переждать пока он и состояние лунный выйдет так он из луны выйдет он дьявола провалится тут еще и зависимости могут быть кстати поэтому смотрите сами зависимости при этом разного характера я думаю что вы сами понимаете о чем говорю сейчас напишите в комментарии что-то у вас там за творческая личность образовалась по первому варианту не свойственная до единичкам хотя с другой стороны вы же у меня такие боевые девочки карьеристки да те которые не стоят на месте которые стискивают зубки двигаются к цели поэтому скорее всего да вам такие будут нравиться потому что вы уже в отношении захотите компенсировать того чего вам не хватает да не хватает вот что-то видимо вот этих вот всех эмоциональных качелек давно вас видимо не раскачивал какой-нибудь симпатичный мальчик с большими влюбленными глазами как у олененка бэмби да обрамленные пушистыми ресницами взгляд поэта и скупая мужская слезинка вот это вот ваша история потому что я тут какой-то прям именно внутренней брутальности стержни не вижу ну может быть вам поэтому это и понравилось потому что него тонкая душевная организация несмотря на вот эти вот все его манипуляции многоходов очки напишите в комментариях читаться экземпляр у вас такой двоечка я вас приветствую напоминаю что тема сегодняшнего просмотра будем ли мы вместе для начала я вам конечно чека немножко сигнифицирую что нет в жизни происходит поработаем на монаро чуть-чуть поработаем на монаро но тут вполне возможно что кто-то мог освободиться либо от одиночества либо знаете от такого монашеского образа жизни здесь желание зажигать здесь желание знаете как разрушать стандарты здесь желание выйти в новое да там желание не значу любить может быть при этом смотрите здесь прям нам показывает что переворачивается верховный иерофант верховный иерофант стади иерофант верховный жрец это одно и то же и это говорит конечно о двойных стандартах да то есть вполне возможно что человек например диктует что обществу что он допустим социально как-то сказать социально порядочный хвата на самом деле знаете допустим из семьи гуляет ну вот такой момент потому что здесь человек тоже понимаете вот ощущение что вот он хочет получить свежий воздух вот потому что здесь опять же карта рутина на повсаднице воды это уже у нас зависать ну как сказать залипания да то есть когда чет не виде там своих каких-то шансов и так далее то есть видимо он понимает что нужно выходить из этой состоянии стагнации он понимаете уже на пути к этому что же вышел очень сильно залипает в прошлом вот а вот это залипание в прошлом она просто чревато знаете что человек не живет настоящей жизнью а залипание в прошлом скорее всего связано с тем что может быть женщина была неверна понимаете ли он был неверен женщине то есть вот как бы такой момент что другие партнеры оказывали внимание его женщине или короче вот может она что-то там и произошло не час посмотрим то есть он так сильно вкладывался и видимо был еще не единственным да то есть где женщина могла его не ценить например да и и тут конечно мужчина разочарован как еще может проигрываться есть это проигрывается по отношению к вам то вот какие каким образом да то есть когда мужчина в отношениях и встречает вас когда например вы были ранее знакомый потому что здесь еще знаете такое некий подростковый момент но вот похоже на то что это либо первая любовь была да то есть это знаете такая некая отсылка к прошлому да когда например там мальчик сидел там за партой вздыхал по девочке там до ревновал ее да вот френд зона кстати еще такой вот момент может быть что вы кого-то из френд зон вытащили да тут вот когда мужчина добивается женщина до которая там такая востребованная очень вот такая знаете для вас сигнификация это уже опять же детские подростковые чувства мне показывает вполне возможно знаете что мужчина здесь еще и ему надоело играть роль спасателя да если например у него была слабая партнерша вот и он понимаете хочет приключений с достойной полноценной женщиной да то есть если например на него взваливали весь этот груз да и девочка рядом которая с ним находилась была там младше его или там весьма инфантильная сама по себе здесь конечно мужчина хочет уже новый виток развития что у человека по отношению к вам или например это вы все знаете вместе со школьной с камней происходит и сейчас вот новый виток развития что мужчины по отношению к вам по двойкам безусловно у него есть желание да потому что вот она нам показывают деструктивный сценарий когда мы выходим в отношении через близость достаточно быстро но здесь либо человек хотел бы вам предложить товарно-денежные отношения потому что если он должен у нас проигрывается знаете как такой как спасатель да и понимает что он не может это сделать силип он как-то к вам хочет подойти именно с той точки зрения что вот он весь такой в себе уверенный да он даже несколько расчетливый циничный да может быть он как-то покупает женщин но он вам хочет продемонстрировать вот другое отношение очень сильное желание очень сильный такой интерес но и тут уже еще такая история опять же по шестерке пентакли это абсолютно самодостаточная женщина да здесь как-то мужчина может думать о том что но а я ее потяну вообще да а там я ее достоин ну то есть вот такие момент еще скорее всего ну либо вот он просто боится подойти либо еще женщина может не свободно быть при этом любимая женщина недоступная любимая женщина очень много нежности да но опять же любимая женщина но это паучи по чашам это все-таки любовница да нежели там дала пентакли собственно кто его знает что у него там получится который боится потерять да есть ощущение ценности этим это все-таки девчоночки мои про тайные отношения как он вообще видит перспективы этих отношений для себя ему не хватает на это то ли денег то ли энергии то ли ресурсов да то есть у него нет вот этого состояния изобилия по девятки пентакли да помните когда я говорила что переворачивается не знаю как их реализовать у него дисконнект собой с мирозданием да и он откладывает на потом то есть но перевернута девятка это откладывание на потом все-таки так мне интересно в последнее время читать монара когда я совмещаю ее сознанием поэту вообще так забавно что у меня свежее дыхание прям открылась давно не работала цвет колоды хотя в личных раскладах я ее предпочитаю прям как книгу читаем я личность на ладонь но здесь смотрите же какой момент вполне возможно что он видит вас своей женщиной для жизни либо соответственно женщина для жизни очень может примете присутствуют тот человек очень хочет стабильности но скорее всего изначально тайных стабильных отношений вот потому что видите а личный свой апокалипсис он пока устраивать не хочет а по монара это карта которые говорят о том что все-таки пришел увидел крокодил да в этой истории не прокатываю здесь вот здесь хочется стабильности и легкости вот стабильности и легкости кровать в кустах как мы хотим до погружения в эмоции с головой тут очень сильно человеку хочется потому что он чувствует эти эмоции по отношению к вам вот при этом конечно его там ломает со всех сторон потому что он понимает что вы разные там что вы не подходите да но это же и притягивает в общем такие моменты сам себе еще накручивая до по девятке тоже слов что слишком разные люди это разное исповедание может быть например вы там ведете монашеский образ жизни понимаете а он весь такой там отрави и выброси тоже такая история может быть вот или там но внизу разные страны разные города даты сложно реализуемые отношения сложные нырнуть не в эмоции именно потому что вот вот такая история скорее всего еще отношения на расстоянии судя по всему отношения такие знаете с личности самодостаточные но при этом у вас сферы деятельности абсолютно разные может быть интерес разные до ночи на подтягивает конечно друг другу штырит по двойкам я бы хотела сказать так и чего давайте еще он хочет стабильности но стабильных каких-то легких отношений все таки потому что он боится что они не перерастут что-то глобальное какие вообще перспективы сейчас этих отношений здесь смотрите есть перспективы если вы пересмотрите отношение к себе ну и собственно свое отношение к отношению простите за тавтологию но это как раз говорит о том что вот карты зеркала перевернутая но и в данном случае буду трактовать монара да это все-таки некий эгоизм эгоцентризм и здесь вот показывает что может быть вы слишком перетягивать одеяло на себя до или слишком ему диктуете как поступать да то есть вы постоянно в позиции сверху но это может конечно надо есть потому что одной стороны это конечно завораживает красивая женщина сверху а с другой стороны но хочется же тоже даже разнообразие да он чем боится боится чтобы быть сильно управлять этими отношениями хотя он прекрасно понимаю что вы сами то их не тянете да сами не тянете и скорее всего тут же еще момент выбора но пятерка жезлов вообще-то карта борьбы карта борьбы приоритетов еще в том числе это не обязательно у нас просвальный грех вот хотя кто его знает может он там как бы и хотел да хотел бы на самом деле тут как-то не стандартные какие-то истории для себя может быть кстати для кого-то он бы хотел бы предложить именно интимную близость когда присутствуют дополнительные партнеров дать его все там бутерброда да им же им же вот его короче вот это все вот но поскольку я работаю на монара вы мне простите самый французский я чуть не хочу дать эмоции сдерживать давайте откровенно будем говорить о нем думает что вот такой формат что-то короче не не тянет да не тянет карта еще правосудие наказание в монара вообще это классика жанра мне кажется знаете вот я у него спрашиваю про отношения а он больше рассказывает мне именно про то каких отношений он бы хотел когда он собственно вас добьется да и там что уж потому что видимо в голове у человека только сейчас реализовать вот эту всю историю накопленную вот если он собственно вас добился то значит но в этом ключе и продолжать а что касается там построение отношений что-то я их очень не вижу понимаете опять же карта умеренности переворачивается так говорит о том что люди тут говорится не могут безусловно вот и вот это все умеренность она как бы падает и разбивается все эти качели в позиции наблюдателя находится потому что он хочет праздника жизни он не хочет ни о чем думать понимаете он хочет отключить голову потому что я дофига проблем при этом есть какие-то мысли которые он гонит от себя понимаете а эти мысли как раз связаны с тем что отношения которые вы можете реализовать они зависимые созависимые вот опять же с одной стороны карта выбора но в манара и насколько я понимаю никого дополнительно кроме мольберта не присутствуют как правило да там в колодах влюбленная тоже карта выбора а у нас здесь знаете третье лишнее именно как созависимости зависимость понимаете здесь он действительно чего боится боится очень сильно к вам привязаться да и уже непонятно кто кем крутить будет и кем манипулировать потому что он чувствует власть вашу над собой и вот и поэтому конечно его эта история очень сильно пугает вот опять же смотрите если вы ранее этого человека знали но показываю что вы могли например знать этого человека просто вы пофлиртовали например там разошлись нам здесь показывает что вы раньше были другой а какой вы раньше были а вы никак не действовали до по отношению к нему так что же поменялось и сейчас если он знал вас раньше как-то да а вы и сейчас не действуете по отношению к нему но мне кажется что вас это теперь мало паре то и чё что еще он вспоминает и прокручивает что он то в принципе тогда ты не мог вас добиться и сейчас сейчас вас добиться намного сложнее потому что если бы он раньше добился он бы там что-то там как-то провел с вами время даю скакал бы а сейчас то нет а сейчас же чтобы вас добиться это же нужно переводить отношения на другой уровень то есть вам что-то нужно дать понимаете вам нужно что-то предложить и вот поэтому собственно не знаю как эту всю историю реализовать ну классика жанра потому что видимо дать я ничего не готов вам намерение да нет вот если бы женщина действовала намерение хотя очень сильное желание у человека чем и маг и дьявол логические действия есть интересным подвойка маг и дьявол ну тут прям интересно тут я так хочу сказать здесь человек может там мутить как это сказать воду а по поводу того что он хотел бы как-то вернуться или переиграть события своей жизни да вот потому что он разочарован в том что он выбрал может быть он семью выбрал да и он хотел бы все это всю эту историю поменять потому что него опять этот момент самобичевания а самобичевания как раз видимо связано с тем что как-то ему сложно и страшно строить отношения именно по той причине что он боится что его не выберут например что женщины будут там как-то изменять поэтому скорее всего для общения сейчас он женщин предпочитает по сильно попроще понимаете чтобы быть для них там сказать как царь и бог а с вами видимо эта история это не прокатывает вот он понимаете изначально просто не доверяет женщин какие-то еще видимо ему эти тайны стали известны да то есть он видимо поймал какие-то сплетни которые касались там его семьи да как бы и понял вообще что допустим его женщина могла предпочесть мужчину ну у которого больше денег а тут вообще прямо знаете да то есть она встретила такой момент и все да и поэтому он боится теперь боится да у него обидовать это вот все что теперь мы никогда в жизни не повезет что все одинаковые до всех надо бесценить собственно такая короче стоит он такая история так ладно что еще тут к вам хочу на окошках посмотреть у вас общение видимо нет да или это общение должно быть как-то там можете не знаю он хочет чтобы она возобновилась тоже скорее всего и ушел туда переживать свои проблемы общения с вами нет судя по всему хотел бы вообще возобновить общение коннект с вами может звонки может быть еще что-то все ждет ждет это все не получается не получается ух ты а чё это такое пошло у нас почему на вас меня эти карты магически идут прям сразу все три о чем это вообще что там по двойкам обе случилось что за хрень и 5 а двойки чё с вами опять не так скажите мне ух ты ну слушайте ну опять мне вот это вот все повторяется до что он пытается пробить к вам дорогу до непонятно такими методами и способами чё опять херь какая-то происходит но я тут просто что ну не удивлютесь он кому-то обращался там до или например на него тут что тут наложено заклятие различные а Тут какой-то, знаете, весьма сложный персонаж. Мне говорят о том, что есть какая-то женщина в роду, которая вам помогает. Если это не по роду, может, вы действительно к специалисту обращались или в церковь ходили, или еще что-то. Что, смотрите, нам прямо показывают то, что вас отпустило. Вас действительно могло по этому человеку отпустить. Вот, видите, ключ, плен. Было достаточно плохо все. И, соответственно, женщина вмешалась и вас, на самом деле, отпустило, там попустило. Потому что здесь, конечно, опять у нас начинается, да, там плачу специалистам, чтобы открыли дорогу там к женщине. Ну вот опять вот это все. По поводу будете ли вы вместе, ну вот я не знаю, но ощущение, что человек-то хочет, а как-то что случилось, не могу понять. Потому что, ну, есть ощущение, что он все пробивается, пробивается в принципе ваше поле. Ну вот. Вот это меня смущает. То есть, видимо, как-то не мог действовать по отношению к вам. Сейчас я тогда, раз вам рассказали, что он пробивается. Что он добивается-то вообще? Что он добивается? Действовать хочет, да? Потому что вы для него какой-то очень важный человек, может, родственная душа, да? Хочет вас подчинить себе. Такая, такая женщина, которую хочется подчинить. Вообще не может никак подчинить. Хочет, чтобы вы его любили. Тут такой момент, что он думает, ну вы же, я же говорила, да, что вы здесь замужние, может быть, что вы его не любите, потому что вам есть кого любить, поэтому вполне возможно, что он там что-то как бы делает для того, чтобы разрушить ваши отношения. Там, я не знаю, пробивает, понимаете, почву. Он реально работает над тем, чтобы разрушить отношения, потому что он считает, что есть определенные препятствия, понимаете, что вы его не выбираете. Вообще странный персонаж. Вы вообще кого загадали? Не знаю, у меня есть ощущение такое, что как будто внутри просто вы не уверены, да, ну кто на самом деле этот человек под двойком-то. Потому что он весьма интересный экземпляр. И что вы было загадывать, если он реально же хочет быть вместе, но вместе на своих условиях. То, что я не вижу, что это прямо, знаете, кольцо на палец, это именно вас подчинить, доминировать над вами, чтобы вы его любили. Вот такое вот всё. Твойка, в общем, только так. Третий вариант я вас приветствую. Под многочисленным просьбам решила поработать на Монаро, потому что на Монаро я хорошо читаю саму личность, да, и может быть, и вам это даст определенные вопросы и ответы по поводу вашего человека. Поэтому изначально сигнифицируем на Монаро, а там уже дальше посмотрим, на каких колодах работать, какую энергетику мы смешаем для вас. Так, будем ли мы вместе, да? Давайте по-моему, человека изначально, посмотрим, что там за человек. Вообще, что у него там происходит, что за человек. Человек на самом деле сам по себе эмоциональный, да, смотрите, ну это либо, как мы любим говорить, кровать в кустах, да, и человек, который прям хочет погрузиться в эмоции, но при этом он никогда не забывает про себя, да, то есть здесь он погружается, погружается, но больше в свои эмоции, чем в эмоции партнера, то есть ему важно переживать, что он там проживает, переживает, то, что внутри. Человек вспоминает прошлое, да, может быть, свои какие-то определенные прошлые ошибки, вот, потому что здесь показывают, что вполне возможно, да, что была такая история, ну, на измену может быть похоже, или то, что он там, ну, в принципе, и женщина могла, и он там, да, в своих прошлых отношениях, потому что показывает, что думает, а она, соответственно, просто думает об одном мужчине, да, а как бы рядом-то другой находится, ну, такие моменты. Тут кто-то был, скорее всего, неверен. Его женщина, да, судя по всему. Ну, либо, знаете, если это не про измену, это именно про то, когда люди в отношениях, ну, каждый сам себе приятен, каждый сам себе приятен, да, и здесь человек действительно мог, чтобы не разбираться во всей этой ситуации, погрузиться в работу, максимально уйти в деятельность. То есть я показываю, что он очень много работал, и не понимал, что у него дома творится, вот такой еще, знаете, момент, что слишком ушел в работу, он винил себя из-за этого. Под его, ну, как сказать, у него под носом, да, что-то тут могло происходить. флирт. Да, тут, видимо, его женщина под его носом, пока он работал, да, как-то могло переключиться на другого мужчину. Ну, то есть вот такой вот. И он, видимо, сейчас пытается выйти из вот этой эмоциональной трясины. Так, что у него еще в жизни там вообще происходит? Он там живет, с кем-нибудь не живет, как нам его покажут? Что у него там в личной жизни происходит? Или он все вот сидит у себя? Слушайте, ну, как сказать, знаете, здесь человек борется со своими пороками, да, со своими желаниями, в том плане, что, скорее всего, он там изначально пускался, это вообще тяжкий мог, да, и сейчас просто этого своего внутреннего дьявола, все эти привязки, он там мог, собственно, смирить, да, то есть он сейчас головой думает, то есть он понимает вообще, что нужно контролировать эти процессы, что-то гонит от себя определенные эмоции. Сам себе хозяин, да, манипулятор, может быть. Помогу, да, проигрывается. Ну, у него, смотрите, у него, вероятно, какие-то весьма мощные трансформации. Сейчас я посмотрю, в каком аркане находится, специально для этих целей отложила старшие арканы. Что у него там сейчас происходит? Куда выводит? Либо в новые отношения, либо в то, чтобы он там принимал ответственность там за свою жизнь, да, вот, его сейчас выводит в это состояние императора из-за вот этих вот всех непонятных не пойми чего, потому что это ему казалось, что у него были отношения, семья, это так, знаете, поиграться, потому что здесь абсолютно размыты личные границы, может быть, даже были свободные отношения, то есть он там женщину считал своей семьей, вот, ну, тут вот что-то такое интересное приключилось. Так. Ну, по королю воздуха реально у него очень много иллюзий, много мыслей в голове, да, он там никого к себе сейчас не подпускает, и, наверное, никого даже и не любит там. Вполне возможно, что человек одно время прям очень, знаете, обретался в интернете, прям показывает мне, да, вот, что он мог просто переписываться ради переписок, то есть это не носило какого-то подтверждающего характера, да, то есть это не приводило вообще к каким-то там встречам или что-то еще, либо эти встречи не приводили ни к чему, то есть ему надо было именно так переключаться. То есть он женщине отдавал инициативу, да, то есть вот как-то так. Завел ключиком со стороны и, собственно, наблюдал. И, конечно, хочет отношений, может, даже что-то завел. Ну, так вот. То ли он не готов сейчас, да, к серьезным отношениям, потому что он что-то переживает вообще все эти процессы. Либо для встреч предпочитает девочек, которые слабенькие, либо энергетические, либо попроще, знаете, да, там скромницы, да, чтобы вот это вот растлеть, например, вот как-то, потому что мужчине здесь нужно отомстить, да, за то, что им пренебрегали и вот как-то самоутвердиться еще. Давайте, что по отношению к вам у человека? По тройкам. Здесь весьма такая, знаете, тоже интересный формат отношений, когда с одной стороны люди дружат друг друга, а с другой стороны у них есть ярко выраженный интерес, да, по нижним чакрам, как я люблю говорить. И тут, вероятно, эта история закрыта, потому что, видите, ну, сами по себе карты переворачиваются. Потому что вполне возможно, что вы замужем. Если вы не замужем, он вполне возможно мог увидеть вас, своей женщиной. Да, вы чужая жена. Чужая жена. То есть это же говорит... А как он вообще к этому относится? Вообще к чужой жене? Ну, он много думает об этом, да, и, скорее всего, в прошлом-то вы не были чужой женой. Если у вас действительно опять же идет связь, когда мне показывают, она либо цикличная, может быть, либо человек вас ранее знал, на него сейчас нет намерения точно действовать, да, потому что он всячески прям хочет вам показать, да, что он вот весь такой ветреный, что он там сам по себе, да, что когда пришел, тогда и вовремя. То есть вот такие вот моменты. Ага. Ну, по шестерке жезлов, вот именно в этом аспекте вполне возможно, что он ждет, чтобы действовали вы. А он такой, знаете, неуловимый, да, как те носки, что меня там невозможно потерять, трудно забыть, да, там, как-то, помните? При этом, если вы начнете действовать, вы его разочаруете в том плане, да, что как бы перевернутая башня, ему не нравится, когда женщины доминируют, ему не нравится, когда женщины властные. То есть здесь, да, здесь надо, чтобы он доминировал, а вот вы смотрели на него влюбленными глазами, то есть у него сразу башня на эту историю, если вы, значит, будете проявлять инициативу. Ему нужны вот эти вот такие слабенькие девочки, там, без своего собственного мнения, без своей реализации, потому что, видимо, он уже боится, да, что от него уже ушла одна такая, видимо, нормальная, судя по всему, вот. Поэтому он хочет себя подстраховать, чтобы быть номер один, понимаете, чтобы быть лучшим. Как он им все видит дальнейшие перспективы с вами? Ну, он хочет свободных отношений, но именно построенных на страсти, да, чтобы быть не убил вот эту страсть, вот эту искру, которая между вами происходит. Ну, самое главное, он хочет, чтобы вы ему подчинялись. Для него, видимо, это важно, да. Хочет быть вашим императором, вполне возможно, что даже еще и на законных-то основаниях, кто его знает. Ну, есть у него определенные страхи, да, с чем связаны эти страхи? Ой, страхи связаны с тем, что, видимо, вы женщина красивая, да, и как долго он будет удерживать вас рядом с собой, да, по императору. А как он вообще видит этого императора? Вас кем видит для себя? Ну, знаете, как он видит упущенный шанс, что ли, на тайные отношения? Вот так вот, да. Слишком, говорит, вы сейчас самодостаточная, слишком, я говорю, сейчас она не разрешит, ну, как это сказать, она себе не разрешит быть любовницей, да. У нее очень большой выбор мужчин, и есть мужчины, которые, ну, там, допустим, свободные, ну, опять же, если вы не замужем, там, да, то есть она к себе мужчин не подпускает, но у нее есть выбор, и есть из чего выбрать. Тут, понимаете, у человека глубинный страх, что вы уйдете, да, как только у вас, допустим, начнутся отношения, вы привяжете, да, то есть вы его бросите, бросите в одиночестве, то есть вы для него, знаете, такая роковая женщина, с кем он действительно боится именно отношений, потому что вы его именно можете бросить. Может, вы отыгрываете какие-то там старые сценарии, вы очень сильно боитесь. Боится и при этом контролирует ситуацию, знаете, что-то из серии, что когда пришел тогда и вовремя, да, либо, знаете, ни рыба, ни мясо, потому что это, опять-таки, знаете, эмоциональные качели. Сейчас посмотрим, кем он тут вообще является. Такие эмоциональные качели, в общем. Подвешивает тоже вас, да. Не может, видите, все-таки совладать-то ситуацией человек по магу. На маге у него, на маге говорит, на маге десятка мечей, личный апокалипсис, понимаете, все процессы контролировать, что-то не может. Ему надо от этого, как сказать, абстрагироваться. Слушайте, на кого-то прям будет показывать, что он выходит из Луны, из вот этих всех залипонов, и я хочу все-таки посмотреть, эту Луну немножко продиагностировать, связана ли она с различными воздействиями. А, ну понятно, здесь нет, здесь нормально все, здесь просто человек не может понять, кто он для вас, да, друг или любовник, да. Ну, то есть вот такие моменты, вот как вообще совместить, то, что вы для него родственная душа, и там ее любимая женщина, он на самом деле вообще не понимает. Не понимает, да. Ну, вполне возможно, что, например, если он женат, да, он как бы чувствует, что ему там выбор сложно сделать, потому что это скандал, что собственно с этим делать, он тоже не понимает. Это, конечно, его прям дезориентирует. Ну, слушайте, ну, здесь ищет какой-то шанс. Понимаете, свет в конце тоннеля пытается найти. Ну, смотрите, если вы знаете, что этого человека в семье не лады, если действительно он там семейный человек, потому что я прям сильно это не вижу, чтобы он семейный был, понимаете. Здесь даже если есть семья, он как будто ее не чувствует. Ну, а если вы в курсе семьи, вполне возможно, да, что вы его там просматривали, вот опять же показывать через старо, да, и поняли, что у них там болезненные отношения, может быть, это отношения, которые не, как это сказать, они не про любовь-то совсем, да, не для статуса. И, может быть, вы стали ему об этом как-то говорить? Потому что здесь, благодаря какой-то информации, смотрите, здесь человек как бы понял, что, видимо, он не будет там спасать свои отношения, там, ну, что такое, вот какой-то такой момент. Или он увидел истинное отношение к себе. Он увидел истинное отношение к себе. И ваше, может быть, еще и... Вот ощущение, что вам как раз вот через вот этот эгрегор, через старо могла открыться определенная истина, что вы могли человеку сообщить, да, что его не любят. Или он это понял. Или, может быть, не вы. Ну, потому что люди же тоже разные, да, тут вот произошло понимание. Тут у человека произошло понимание, что вы его любите, что он ваш, как сказать, любимый мужчина. То есть, что его там не любят, но любите вы, понимаете? Вот такой момент. Так интересно, слушайте. Потому что изначально-то он вообще как бы не предполагал, что вы можете его любить. А сейчас вы, да, смотрите, вот на дне колода любимая женщина. Он для себя больше. Вот как бы такая история. По поводу отношений с вами они вполне реализуемы, но он их очень сильно боится, потому что у него, говорю, есть вот всякие вот эти негативные моменты, что его использовали, что его не любили, что пока он там работал, там, может быть, кто-то изменял, да, или снизил, там, я не знаю, его ценностям для себя, такой момент по тройкам. Кого-то вообще прям проиграется, что человек в семье все равно остается родить детей, да, но я это не видела, но что-то мне прям пришла из поля информации идет по тройкам. То есть, почему еще может запутан быть, да, потому что медведь, он же как отец еще проигрывается, понимаете? как определенные обстоятельства, обязательства, и поэтому, что ему еще делать? Он скован обязательствами, обстоятельствами, это не дает ему строить отношения с вами. Троечка, ну вот такой был у вас нехитрый расклад, мне кажется, все более чем понятно в этой ситуации, для кого-то вообще прям проиграется как индивидуальный, ну не знаю, для меня ситуация как на ладони, может быть, вам я тоже сейчас помогла расставить все точки над И, и над прочими буквами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok